Неделя спорта 5 мая состоялось открытие легкоатлетической эстафеты Казанского федерального университета. Это событие весьма значимое, поэтому на стадионе спортивного комплекса «Буревестник» собралось множество болельщиков, преподавателей кафедры физического воспитания и представителей департамента по молодежной политике и спорту. Ровно 65 лет назад впервые в Казанском университете была проведена, тогда она называлась, легкоатлетическая ленинская эстафета. И вот благодаря преемственности поколений, благодаря нашей кафедре физического воспитания и спорта, всем преподавателям, студентам, которые знают этот вид спорта не понаслышке, а участвуют в нем, вот мы проводим в этом году уже юбилейную 65-ю легкоатлетическую эстафету. А началось все с построения, где можно было отметить значительное число участников мероприятия. Всего 16 команд, одна из которых из набережной Челнинского филиала КФУ. Спортсмена встретили напутственными речами, а также весьма эффектным танцевальным номером. Всего забег состоял из четырех дистанций – 600, 400, 200 и 100 метров. Таким образом, каждый спортсмен мог выбрать свою дистанцию. К слову, многие участники являются членами легкоатлетической сборной КФУ и имеют хорошую подготовку. Результаты налицо. Лучше всего из женского забега показала себя сборная Института управления экономики и финансов с результатом 3 минуты 20 секунд. Из мужского забега отлично проявила себя команда юридического факультета с результатом 2,51. Второе место с небольшим отрывом занял набережный Челнинский филиал КФУ 2,51. Ну а третье место заняла команда Института управления экономики и финансов 3 минуты 1 секунда. Я переживал. Нет, я не переживал, потому что на самом деле я оказался случайно здесь. Несколько дней назад мне сказали, будешь участвовать? Я говорю, о, давайте. Вот, пришел сюда, и когда наши начали выигрывать, наверное, забег наш, какая-то ответственность подошла. И я понял, что надо бежать уже хорошо, вкладываться и все. Все победители и призеры были награждены медалями, грамотами, а также сладким подарком. Но самое главное, что и зрители, и участники получили положительный заряд эмоций. Василиса Дзюба, Адалина Ахмадиева, Неделя спорта. От легкой атлетики далеко не уходим. Уже в эти выходные состоялись соревнования в рамках спартакиады вузов Республики Татарстан. Данное мероприятие проходило в легкоатлетическом манеже Центрального стадиона. Смотри подробности в следующем сюжете. С 6 по 7 мая в футбольном легкоатлетическом манеже Центрального стадиона состоялись соревнования по легкой атлетике между вузами Республики Татарстан. В соревнованиях принимали участие 13 вузов. Торжественная часть соревнований началась с парада открытия и приветственной речи организаторов данного мероприятия. Соревнование продолжилось с финальным забегом девушек на дистанции 100 метров. В забеге участвовало 6 студенток. Призовое место заняла учащаяся Казанского федерального университета Елена Кудрявцева. В забеге я бежала так, легко, не выкладывалась, а уже в финале я, конечно же, выложилась, чтобы показать хороший результат. Потому что у меня это первый старт в моем сезоне, первый раз сейчас бежала. В следующем финальном забеге среди мужчин на дистанции 100 метров занял первое место и повторил свой собственный рекорд студент Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма Ригиль Вазиев. Во второй день соревнований участники состязались в прыжках в длину и высоту. Эти дисциплины требуют от спортсменов ловкости и координации движений. Понаблюдав за телеустремленными спортсменами, наша съемочная группа решила перед летом тоже взяться за свою фигуру. Аделя Хасанова, Диляра Софиулина, Екатерина Басаргина, Диана Хайрулина. Неделя спорта. Добавляем тяжести в новости про легкую атлетику и получаем новость про тяжелую атлетику. Вот такой каламбур у нас получается. Нормально, да? 6 мая состязались соревнования в спортивном комплексе Батыр. Проводились данные соревнования в рамках все той же спартакиады среди высших учебных заведений Республики Татарстан. Подробности в репортаже Василисы Дзюбы. С беговой дорожки наша съемочная группа переместилась на тяжелоатлетический помост, где участники спортсмены покажут, что такое настоящая сила. Первыми эту возможность получили женщины. Их было немного, всего 11. Однако три кандидата в мастера спорта по тяжелоатлетике. Именно они бороли за призовые места в личном первенстве. Стоит отметить, что Алина Абдулина из Поволжской академии спорта и туризма и ее однокруппница Маргарита Портнова выступали в меньших весовых категориях, чем Алифтина Петрова из КФУ. Поэтому самый большой вес в рывке и толчке последней участнице приходилось преодолевать в гордом одиночестве. Все три попытки, одна за другой, с очень коротким перерывом. И это не помешало спортсменке набрать наибольшее количество очков по таблице Стародубцева – 147. Второе место забрала Алина Абдулина, набравшая 134 очка. А Маргарита Портнова, не сумевшая реализовать третью попытку в толчке, получила бронзу с результатом 126 очков. Я выступаю на этих соревнованиях исключительно для университета. Не для личных рекордов, не для каких-то таких результатов, а чтобы принести очки любимому университету. У мужчин в малых весовых категориях с самого начала все пошло хуже, чем у женщин. Многие попытки не были реализованы, а один из участников не смог преодолеть минимального заявленного веса. Возможно, сказался недостаточный уровень подготовки. Разумеется, это относится не ко всем участникам. На фоне других выделялись по силе Максим Токарев из КГУ, Руслан Абдулин и Роман Апачев – представители КФУ. Они заняли первое, второе и третье место соответственно, набрав наибольшее количество очков. Среди мужчин в средней весовой категории нешуточная борьба развернулась среди трех кандидатов мастера спорта. Все они выступали в одной весовой категории. Однако студент КФУ Илья Бернатов сумел поразить судей, выполнив нормативы мастера спорта. Он набрал наибольшее количество очков среди всех участников соревнований. А в большой весовой категории лучшим оказался представитель Академии ветеринарной медицины Ильяс Минибаев. Набранные им 254 очка принесли учебному заведению победу данной дисциплины спартакиады вузов РТ среди группы малых университетов. В большой группе лучшей оказалась команда Казанского федерального университета. Второе место осталось Заповолжской академией спорта и туризма, а бронза ушла в копилку сборной энергоуниверситета. Василиса Дзюба, Булат Зигангиров, неделя спорта. Теперь поговорим о спорте номер один в мире, а именно о футболе. На этой неделе состоялся очередной матч в рамках студенческой футбольной лиги Республики Татарстан. На своем поле Павловская академия физической культуры, спорта и туризма принимала команду из Казанского государственного медицинского университета. Чем закончилась данная встреча, что там было интересно, узнавала наш корреспондент Адалина Гайнулина. 4 мая в спортивном комплексе «Буревестник» состояла встреча двух футбольных команд Академии спорта против Медицинского университета. В рамках студенческой футбольной лиги Республики Татарстан. Как показывает статистика, команда Академии спорта ни разу не проигрывала, но соперники не теряли надежд и надеялись только на победу. Ну, счет будет интересный, конечно. Жду проверку, как наши медики могут играть в футбол. Первые три гола были забиты в самом начале встречи ворота команды Медицинского университета. Медики же такому результату смогли противопоставить только несколько атак в сторону ворот Академии, но и те не завершились голом. На 18-й минуте матча Наиль Гелимханов из команды КГМУ получил желтую карточку за неспортивное поведение, что еще больше пошатнуло команду. Первый тайм закончился со счетом 3-0 в пользу Академии. Во втором тайме на радость болельщиков Академии и на несчастье медиков ход игры не изменился. Следующие четыре мяча попали ворота Медицинского университета на 45-й, 54-й, 62-й и 68-й минутах. Команда КГМУ после седьмого гола смогла только сорвать перспективную атаку Павловской Академии. В итоге медики остались до Игрова десятиром, а Наиль Гелимханов за вторую желтую карточку отправился в раздевалку. Ребята готовятся постоянно к играм, в принципе практически ежедневные тренировки. Это не только тренировки при подготовке к этому турниру, мы готовились и зимой к этому турниру. Вот это рецепт, то есть подготовка и тренировки, и участие в соревнованиях участвовали в зимнем чемпионате республики, в кубке города Казань. То есть целенаправленно готовимся. В прошлом году команда Академии спорта заняла почетное первое место, забрав денежный приз. И вновь одержав победу со счетом 7-0, команда поднялась на одну строчку вверх в турнирной таблице. Аделина Гайнулина, Дарья Гадыльшина, неделя спорта. Футбольный сезон на этом не заканчивается. 11 мая пройдут еще три игры в рамках студенческой футбольной лиги Республики Татарстан. На стадионе Буревестник пройдут две игры. Казанский государственный архитектурно-строительный университет встретится с командой Павловской академии спорта. Начало в 11.30. После КФУ будет играть против Казанского государственного медицинского университета. Начало матча в 13.00. А на стадионе КАИ Олимп состоится самое настоящее дерби. КНИТУ КАИ играет против КНИТУ КХТИ. Начало матча в 16.00. Приходи болеть за свою любимую команду. От студенческого спорта переходим к профессиональному, а именно к автоспорту. 7 мая состоялось торжественное открытие летнего гоночного сезона на автодроме Казань-Ринг. Посмотреть, как из зимней спячки выползают автомобили различных классов, отправилась наш корреспондент Марина Вахрушева. 7 мая на автодроме Казань-Ринг состоялось официальное открытие летнего гоночного сезона в Казани. В этот день на территории автодрома гости могли посмотреть выставку спорткаров и ретро-техники, а также насладиться выступлениями российских гонщиков, проделывающих на площадке головокружительные трюки. Специфическим видом транспорта оказался квадроцикл. С недавних пор этот четырехколесный байк набирает с каждым годом все большую популярность и у спортсменов. Они совершают различные маневры, проделывают на них множество элементов и принимают участие в мотошоу. Я, скажем так, первопроходец вообще в Татарстане и на данный момент почти единственный профессиональный стандрайдер в республике. Сложность, ну это тренировки, это такой достаточно тяжелый спорт. Мотоцикл весит в районе 200 килограмм и удержать его, контролировать это непросто. Кстати о сложностях. Мы не упустили случая и попробовали их на себе. В этот день центром внимания для всех гостей стал первый этап открытого чемпионата Республики Татарстан по автомобильным кольцевым гонкам. В нем приняли участие лучшие пилоты Татарстана и России. На пути следования по трассе гонщиков поджидали 12 поворотов с продольными поперечными углами изменения высот, что являлось мощным генератором адреналина для пилотов, а также возможностью показать им поистине невероятные скорости. Помимо заездов на территорию автодрома Казань-Ринг, состоялись и соревнования по квадробиатлону, которые в Татарстане проводятся впервые. Квадробиатлон – это издельно новый вид прикладного технического спорта, где вместо привычных нам лыж используются квадроциклы. Гонка проходит по размеченной трассе в природных условиях с элементами стрельбы на определенных этапах. Трудный участок – это подъем и прохождение мудовой ямы. Мы ее так называем. Это низменная часть трассы, залитая водой, где реально проявляются способности квадроцикла. Теперь, каждые выходные, автодром Казань-Ринг будет ждать гостей и принимать пилотов, которые проявят себя в разных дисциплинах. Марина Вахрушева, Роман Полинсков, Владислав Сергеев. Неделя спорта. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. Что будет дальше? Посмотрим. Меня зовут Роман Полинсков. Вы смотрели программу «Неделя спорта». Так как сегодня 9 мая, очень хочется поздравить ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы. Большое вам спасибо и вам большое спасибо, зрители, за то, что посмотрели нашу программу. Еще увидимся. Пока-пока.